Друзья, если вы все еще не подписаны на мой канал, нажимайте кнопку подписаться и обязательно нажмите колокольчик для включения уведомлений, чтобы не пропустить новые видео, а их будет очень много. Друзья, всем привет на канале Куплен в Китае. Сегодня будем говорить про таймеры автополива фирмы Аквалин. Это достаточно простой, но эффективный таймер, который работает от мизинчевых батареек и позволяет вам осуществлять автоматический полив растений. Пришел он вот в такой вот коробке, достаточно помятый, но как видно все целое, я проверил, все работает, все отлично. В комплектации к нему шла инструкция на английском языке, но это нам не нужно, но самое интересное, что есть инструкция на русском языке, полностью на русском. Все очень доступно и понятно. Вот электронный таймер полива, все замечательно расписано. Теперь перейдем к самому таймеру. Исполнен он в пластиковом корпусе, достаточно жесткий пластиковый корпус. Здесь на входе вот такой вот разъемчик с фильтром сетчатым. Если здесь раскрутить, то мы увидим здесь сеточку. И также здесь есть шаровый клапан, который используется в обычных шаровых кранах, только здесь пластиковый, а не металлический. Есть еще такие же, но с электромагнитным клапаном. И отверстие там небольшое, и как пишут люди, что с самотеком вода не течет. Вот этот таймер подходит для того, чтобы с самотеком, например, с бочки, здесь проходила вода без давления. То есть давление заявлено от 0 до 8 бар. Дальше снизу у нас вот такой вот быстросъемный зажимчик с уплотнителем резиновым. Кстати, здесь тоже есть уплотнительное колечко. И что позволяет, в принципе, уплотнить вот это вот соединение вот в этом вот месте. Дальше, что касается вот этого разъема. Здесь уплотнительная прокладка резиновая здесь стоит. Ну, а с этой стороны обычно стандартный выход. Теперь, что касается размеров. Значит, вот этот большой у нас диаметр 41 мм. Внутренний диаметр вот этой гайки 25 мм. Наружный диаметр нижнего выхода 26-26,5 мм примерно. Ну, и диаметр вот этого стандартного быстрозажимного 17 мм. Теперь перейдем к самому таймеру. Здесь сверху достаточно из прочного пластика на резьбе, на такой серьезной резьбе сделана крышка защитная. То есть герметичный корпус исполнения. Здесь у нас резиновая вот эта вот прокладка, которая плотно прижимается. И без проблем вода никакая не проникнет внутрь. Здесь у нас тоже все изолировано. То есть единственное отверстие, которое проникает внутри корпуса, это отверстие, где у нас шестерня соединяется с вот этим шаром. Ну, там тоже уплотнено, поэтому ничего не должно быть. Здесь, снизу, под этим шаром, там прокладочка, насколько я понимаю, силиконовая. То есть она достаточно прочная, износостойкая будет. Здесь мы видим корпус. Вот с синеньким цветом это отсек для батареи. Здесь используются мизинчиковые батарейки или аккумуляторы типа 3А, полуторавольтовые. То есть работает от 3 вольт. Там внутри стоит моторчик, который у нас вращает и открывает или закрывает вот этот шаровый кран. То есть все просто. И здесь у нас силиконовые кнопочки такие приятные на ощупь. И дисплей. Также здесь индикатор разряда батарейки. Сейчас мы подробно подключим, посмотрим, попрограммируем. Для разборки достаточно открутить два болта с этой стороны. И третий находится под наклейкой. Вот здесь вот он. То есть чуть-чуть отгибаем краешек и откручиваем. И после этого можно полностью его разобрать. В разобранном виде все выглядит вот так вот. То есть здесь блок шестеренок пластиковых. Как вы видите, они смазаны. В принципе, чем-то он не сильным, но видно смазки. И здесь у нас, в этой части у нас расположена главная шестерня, которая вот этот шар пластиковый поворачивает. И концевой выключатель. То есть вот мы поворачиваем, открываем. И также при полном открытии у нас шелкает, срабатывает концевик. То есть система понимает, что клапан в каком он находится состоянии сейчас. С этой стороны у нас находится самоплата. Дальше я открывать не стал. С той стороны там уже сами компоненты. Ну и здесь какие-то части залито термоклеем. В принципе, все выглядит добротно. Провода достаточно толстые, хорошие, хорошо припаяны. То есть ничего на соплях не болтается. Вставляем аккумуляторы. И должно произойти открытие клапана. Вот видно, что клапан проворачивается на 180 градусов. Таким образом он проверяет, что он полностью закрыт. Потому что там стоит концевой выключатель. И чтобы наверняка быть уверенным, он проворачивает на 180 градусов его. Теперь мы здесь можем заправить на место аккумулятор, установить в отсек. И мы видим, здесь время у нас пошло. То есть он сбросился в настройки по умолчанию. Когда батарейки мы вытаскиваем, но к этому чуть позже. В верхней стройке у нас день недели. И пошли часы все. Также здесь есть стрелочкой указан режим автоматический. Либо это ручное открытие, либо ручное закрытие. И если мы выбираем ручное открытие, то мы видим, клапан открывается. Кстати, вот отверстие можно видеть, оно достаточно большое проходное. И вот здесь вот в автоматическом открытии, здесь вот иконочка, такая лампочка зажженная. То есть, значит клапан открыт. Переходим в режим закрытый, вот он его закрывает и все. А в режим авто эта работа по расписанию будет. Теперь, для того, чтобы все это работало, нам необходимо установить время. Для этого нажимаем кнопку тайм, зажимаем ее. И нажимая кнопочку D, устанавливаем день недели. Вот сегодня пятница. Дальше я держа, это зажимая клапанчик, устанавливаю часы. Ну, предположим, 10 часов 1 минута. Минут не буду устанавливать. Отпускаю, и все, время пошло. То есть, теперь, в принципе, будет все работать по расписанию, если в режиме авто. Теперь настройки программы. То есть, здесь есть 8 программ независимых на включение и 8 на отключение. Мы заходим в режим программы и здесь мы можем, мы видим, что написано программа 1 ON. То есть, это первая программа на включение. Мы устанавливаем дни недели первым делом. То есть, нажимаем day и мы видим, что все дни недели, все 7 дней недели, если необходимо выбрать, там есть 15 предустановок. То есть, смотрите, сначала он проходится полностью 7 дней недели, это 7 предустановок, плюс все 8. Также дальше он идет понедельник, среда, пятница, потом вторник, четверг, суббота, потом суббота, воскресенье, первые 3 дня, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, следующие 3 дня, потом будни, будни с субботой и полностью все. Вот эти все предустановочки. То есть, ну, например, мы хотим, например, поставить в пятницу сегодня и по времени давайте поставим 10 часов 10 минут. То есть, для этого мы время устанавливаем здесь. Это открытие, например, мы хотим, чтобы открылся клапан у нас в 10 часов 10 минут. И после этого мы нажимаем кнопочку программ, чтобы перейти ко второму пункту, это закрытие обязательно. Если вы хотите, чтобы вода не постоянно вылилась, то вам обязательно нужно для каждого расписания сделать и закрытие, и открытие, чтобы клапан открылся сначала, а потом закрылся. То есть, таким же образом мы устанавливаем пятницу и 10-11 минут у нас, мы хотим, чтобы лилось, устанавливаем время. И после этого переходим, все остальные можно пропустить, то есть мы просто их переходим в 8-й ОФ, нажимаем и переходим в режим время. Теперь ждем этого времени и посмотрим, как оно откроется. Вот у нас осталось несколько секунд и сейчас должно открыться. Все, открылось, и лампочка загорелась о том, что она открыта. Теперь ждем 11 минут для закрытия. Вот осталось 5 секунд и смотрим. Все, клапан закрылся, лампочка погасла, 11 минут, все четко отработало. То есть, как мы видим, прибор работает, все отлично срабатывает, расписание достаточно гибко можно установить. Единственное, что получается интервал около минуты, то есть получается, что у вас будет полить минута, две, три. И, ну, в зависимости от того, как вам нужно, вы сами уже посмотрите, отрегулируете, сколько времени вам нужно в открытом состоянии держать клапан. Также здесь синдикатор батареи, который при, когда садится, начинает батарея, он начинает гореть. Здесь синдикатор батарейка. И в этом режиме он просто работает, не открывается, не тратится энергию на открытие. Кстати, я замерил, в момент открытия около 100 мА потребляет по 3-х вольтовой цепи этот привод. И, как заявляет производитель, хватает на приблизительно полгода вот этого таймера, и батареек хватает приблизительно на полгода. То есть, в принципе, рекомендуется, конечно, установить какие-нибудь, ну, аккумуляторы, я не знаю, есть ли смысл. Есть смысл поставить какие-нибудь дорогие батарейки, типа дироселла, наряжается, чтобы вам на сезон точно хватило. Также, во время замены, ну, чтобы не сбилось, например, то есть, есть какой-то определенный запас. То есть, вот вы, если быстро будете менять батарейки, то есть, вытащили, например, пока еще горит, то есть, видно, заморгало, и обратно вставили. То есть, есть несколько секунд буквально запас. Вот таким вот образом, кстати, происходит его сморгание, что аккумулятор садится. Ну, у меня здесь уже подубитые аккумуляторы. Но, в принципе, здесь есть какой-то запас по времени, чтобы поменять, и не сбились настройки. Если, там, в течение 10 секунд вытащить батарейки и не успеете поменять, то полностью сбросится все настройки. В общем, штука классная, стоит, конечно, недешево, но смотрите, выбирайте обязательно с шаром, если вы хотите, чтобы с самотеком текло. Если будет под давлением, то берите, в принципе, любой. Есть и дешевле варианты, мы просто подыскивали конкретно под самотек, под шар. Поэтому читайте отзывы какие-то, вот конкретно эту модель я ссылочку оставлю, потому что этот Аквалин достаточно хорошая фирма, и у них достаточно большой выбор различных оборудований представлен в этом направлении. Но конкретно его буду ставить уже по весне. Посмотрю, если будет интересно, сниму видео по его работе на месте уже. Пока что мне все понравилось. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Пока. Друзья, не забывайте заходить в раздел плейлисты. Здесь я сгруппировал все свои видео, которых на данный момент накопилось достаточно много, и каждый здесь найдет для себя что-то интересное. Если понравилось видео, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. Всем пока. Пока.